Почему я считаю, что не нужно критиковать чужие работы? Точнее, не нужно критиковать чужие работы, если тебя об этом сам человек-художник не попросил. Поскольку, если тебя попросили бы критиковать, это означает, что этот человек глубоко ценит и уважает твое мнение как художника и как просто человека-зрителя. Когда мы лезем в работу каких-то неизвестных нам людей, и, конечно, у нас из лучших побуждений делаем это, но можно столкнуться гораздо чаще с какой-то неадекватной реакцией, нежели с адекватной. Ну, это не значит, что вообще нельзя критиковать чужие работы, вполне это возможно, это правильно, можно даже написать комментарий под чужой работой, но делать это нужно для себя в первую очередь. Или можно спросить этого человека, хочет ли он услышать критику от вас. Если он ответит «да», то в таком случае у него уже не останется возможности неадекватно среагировать на нее. Ну и, во-вторых, представим ситуацию, что, допустим, человек рисует там работу на какую-нибудь конкурс, приближается тедлайн, и просит своего друга покритиковать работу. Вы там, вы ему говорите, слушай, у тебя здесь неправильно, тут неправильно, там, цвета не такие и все такое, я бы вообще вот так сделала, там, можете даже из лучших побуждений сделать целый оверпейнт для него. Ну и что вы ожидаете, что он там за ночь просидит и нарисует из там палка-палка человечек Монолиза, получится за ночь? Нет. Да, можно покритиковать, но это скорее длительный процесс осмысления своих ошибок и принятия критики. На этом вообще основывается рост художника в творческом плане. Многие люди, я даже замечала, пишут там в своих пабликах или галереях, пожалуйста, не комментируйте там, не критикуйте мои работы, я сам знаю свои ошибки, мне не нужна критика от незнакомого мне человека. Я, если захочу, я спрошу, я знаю, у кого спросить, у меня есть друзья, там, какие-то наставники. Вот, мне кажется, это вполне адекватно, нормально и понятно. Следующее, это, знаете, вот эти популярные художники. Во-первых, популярный художник не означает, что он хороший художник, что он крутой художник, что он круче того, кто не популярен. Это значит только то, что у этого человека есть поклонники его творчества, и это хорошо. Вот, и часто такие люди, блогеры, если кто-то критикует их работы, они очень остро на это реагируют, снимают целые ролики. О, эти негативные комментаторы, что ж они такое творят, ой, да мне пофиг. Нет, им не пофиг, они обижаются. То есть, да, тебе может не нравиться творчество какого-то человека, но держи это при себе. Обсуди с друзьями, что тебе не нравится. Не нужно человеку это высказывать, потому что, особенно если это популярный художник, скорее всего, на тебя накинутся потом еще его поклонники. Такое бывает тоже. И третья вещь, это вот этот симптом «сначала добейся». Очень многие, ну, не буду, я не проходила какую-то статистику, но встречаются, наверняка вам тоже встречались люди, которые «Ой, сначала добейся, там добейся, как Руан-Джи нарисуй, потом будешь критиковать мои работы, там, свои работы смотри». Вот, это, я считаю, это неправильно, потому что даже если художники находятся примерно на одном уровне, все художники, они разные, у всех разный творческий путь, и каждый из нас совершает свои собственные ошибки. Допустим, ваш друг классно рисует анатомию, там, лица, но при этом ужасно рисует деревья, волосы и, не знаю, кроликов и динозавров. А в то же время, когда это ваши сильные стороны, там, волосы и кролики и динозавры, вы можете посоветовать своему другу исправить ошибки в этой области, а он вам может посоветовать исправить, там, вашу анатомию, например. Я думаю, это вполне понятная мысль. Ну, и в-четвертых, это проблема объективной и необъективной критики, то есть не всегда человек, даже если он действительно, там, какой-то очень умный художник, там, педагог, он не всегда, он может объективно критиковать чью-то работу, потому что у него есть свои личные предпочтения, свои вкусы, там, в искусстве, в живописи. Он может сказать, ой, этот стул недостаточно квадратный. Вот ему нравится форма квадрата, допустим. А вы нарисовали круглый стул какой-нибудь. Это не объективная критика, это вкусовщина. И отделить одно от другого бывает довольно-таки сложно, поэтому человек, который слушает, там, чужую критику, а не пытает, ну, не анализирует сам свою работу, ему сложно разобраться, где правда, а где неправда, потому что человеку может, например, несколько людей что-то советовать, и эти советы могут быть кардинально разными. Чаще всего художник сам понимает, что в его работе что-то не так. Он видит эту неправильность, он видит, что у него не получилось, там, нарисовать лицо правильно, но он понимает, что он сделал все, что он мог, и лучше он просто уже не может сделать. Если вы ему говорите, ой, да у тебя тут лицо кривое, нужно было, там, вот так сделать, ты такой, блядь, я же, блядь, там, не знаю, 10 часов или неделю сидела, рисовала это лицо, я сделал вообще все, что мог, и вы, там, ну, болезнь на вас принимаете такое, потому что вы и так это знаете, зачем... То есть, ну... То есть, если бы критика работала так, как мы считаем, она должна работать, то человек, который вообще не умеет рисовать, он, там, нарисовал лошадку, которая похожа, скорее, на пенечек, и какой-то крутой художник ему, там, надавал кучу советов, раскритиковал его работу, и он так уберет, и на следующей неделе уже рисует прям офигенно реалистичную лошадь. Нет, такого не бывает. Если бы это было, действительно, так работало, то тогда, чтобы научиться рисовать, нужно было просто, там, заплатить какому-то крутану, чтобы он тебе за неделю все рассказал, и ты бы уже умел рисовать все, и вся, там... Обычная критика, она направлена на какую-то отдельную работу, да. Отдельную работу можно сделать немножко лучше, если, там, человек тебе правильно подскажет, что исправить. Но в долгосрочной перспективе, не знаю, поможет ли это, потому что там арты, они очень разные бывают. Ну, или там на DeviantArt, например, есть раздел критики. Там, если хочешь, чтобы тебя критиковали, ты просто посылаешь, там, в этот раздел, и любой желающий может покомментировать свою работу. Это значит, что человек готов к критике, готов, там, к росту, и он не обидится ни на что. Или же есть всякие форумы, типа, форум Куб Раш, там есть подраздел критики. Можно выложить свою работу и спросить, что в ней не так, вам люди ответят, там довольно-таки вежливое общение. Ну, если кто-то вас попросил покритиковать свою работу, отнеситесь с этим как-то с пониманием и уважением, ну, само собой. Я не считаю, что нужно прям расписывать все-все пункты, там, начиная от того, что, ой, да иди учи анатомию, иди там светотень практикуй и так далее. Ну, если человек хочет улучшить какую-то конкретную работу, скажите ему пару-тройку вещей, которые он реально может сделать за короткий срок, исправить, не влезая, там, в структуру работы, там, в композицию, не портя все. Потому что, если вы заставите его, там, полностью перерисовывать, он перерисует, и получится, наверное, еще хуже, чем было. Вот, то есть, как-то постепенно нужно. Как-то постепенно человек начинает осмысливать свои ошибки, и со временем он их перестает делать и развивается. Это постепенный процесс. Это не вот сразу там кто-то что-то сказал, и ты сразу там в бок живописи стал, нет? Ну, это все, что я хотела сказать по этому поводу. То есть, такая вот мысля у меня надумалась.